В храмах и молельных комнатах колоний, тюрем и СИЗО по всей России на протяжении недели молились о жертвах преступления, об умножении любви в семьях заключенных, о возвращении бывших осужденных к нормальной жизни. В Москве центром недели молитвы стал Покровский храм при втором следственном изоляторе, более известном как Бутырская тюрьма. Ежедневно здесь совершались не только богослужения, но и проходили встречи с узниками, их родными и близкими, сотрудниками ведомства, представителями правосудия и духовными лицами. Эльвира Гордеев расскажет подробнее. Неделя молитвы в СИЗО. Этот проект Русской Православной Церкви является международным и по благословению Святейшего Патриарха Кирилла проводится уже в третий раз. В течение семи дней в тюремных храмах совершается божественная литургия с особым молебным пением, особым прошением и особым поминовением отдельных групп молящихся. В этом году недельное молитвословие началось в День памяти преподобного Сергия Радонежского воскресным богослужением с прошениями о духовной свободе подозреваемых, обвиняемых, осужденных и освободившихся из мест лишения свободы. Сегодняшние молитвы в первую очередь посвящены свободе. Самому главному, о чем думает каждый узник. Самая главная свобода – это свобода от греха. Свобода духовная – это то ощущение, которое зависит только от нас, независимо от каких-либо внешних обстоятельств. В другие дни недели молитвы совершались о правосудии, о неподвластности суда клевете и подкупу, о жертвах преступлений, о возвращении преступивших закон в общество. Нынешняя неделя молитвы была приурочена к празднику Покрова Богородицы. В один из дней впервые к богослужению в Батырском тюремном храме были допущены родственники и близкие 15 осужденных и подследственных – жены, матери, подруги. О, милостивая Мать и Божия, коснись сердец наших и скоро возлигни нас от падений греховных и ко спасительному воздержанию приведи нас. Кроме того, настоятель Покровского храма совершил водосвятный молебен о сотрудниках уголовно-исполнительной системы. Боже Спасителю наш, прежде милостивным Богом на войнах, темничных узилищах служения совершающих и наказания, и исправления осудов человеческих надузниками исполняющих. После молитвословия отец Константин окропил людей в погонах святой водой, пожелав служителям пенитенциарной системы мира, благоденствия и покрова Божьей Матери. Христос Христиан и Бог наш, молитву ради Печистой Матери и всех новомущиков и исповедников бутырских, и всех святых, помилотных спасетностей, благоденствия и победителей. Для представителей средств массовой информации в один из дней недели была организована пресс-конференция с участием начальника бутырского изолятора Сергея Телятникова. А представители общественных правозащитных организаций, участники движения «40-40» прошли по камерам бутырки и в честь праздника раздали заключенным иконки, православную литературу, тетради, сладости, предметы первой необходимости. Вас с праздником поздравляем! Спасибо большое вам! Спасибо вам! Чтобы у вас все было хорошо, вы только не отчаивайтесь, все... Спасибо вам большое! Если вы нам еще иконки какие-нибудь... Ой, смотрите, вот, смотрите, Архангел Михаил, иконки просим. Вот, иконки Златоустава. Жития возьми, читай. Давайте, давайте, все, что вот мы просто... Если у вас есть литература какая-нибудь, вы нам дайте. Вот, так, смотри, чем мы можем помочь умерших. Вот, смотрите, если за умерших... Ой, спасибо большое! ...молиться. Спасибо большое! Думаю, это дело благого. Моиси Ситогорцева, возьми, читаешь. Очень интересно. Спасибо большое! Меня поразило, скажем так, с какой надеждой люди ждут вот эти вот маленькие радости. И вот эти горящие глаза, которые смотрят на тебя через вот этот маленький квадрат, и когда ты его спрашиваешь, ты православный, тебе нужна литература, ты точно будешь читать? Он говорит, да-да, конечно, конечно, да, и все, что есть там, любое житие, любое молитвослово, иконку, иконку, да, иконку, нас здесь четверо. Завершилась неделя божественной литургией в праздник покрова Пресвятой Богородицы, молитвой о служителе в тюремной миссии духовно окормляющих 2-е СИЗО. Возглавил богослужение метрофорный протеерей Сергий Киселев. О, пресвятая Дева, Мать и Господа, Вышних сил, небесей земли царице, грады и страны наши, всемочная заступница, приими хвалебно-благодарственное пение сие от нас, недостойных раб Твоих. Затем участники богослужения во главе с начальником режимного учреждения совершили крестный ход с иконами святых новомучеников Церкви Русской, томившихся в минувшем веке в застенках столичной бутырки. И святая Богородица, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. По мнению гостей бутырки, центральный столичный изолятор преображается. Проведение здесь недели молитвы – очевидное и убедительное тому доказательство. Она дополняет проходящую в стенах старейшей российской тюрьмы масштабную акцию спасения в вере. И, возможно, когда-нибудь из места бесконечной скорби бутырский тюремный замок превратится в удел, пусть пока еще и робкой, но все же надежды.